Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать очередную чистку моей коллекции косметики. И хотя мне кажется, что я буквально недавно делала генеральную уборку и избавлялась от всего ненужного, я начинаю замечать, что косметики становится слишком много, ящики завалены, начинает твориться там какой-то хаос. И когда в моей коллекции такой беспорядок, то, во-первых, я начинаю забывать, что у меня там находится, и перестаю просто пользоваться тем, что достойно того, чтобы им пользоваться. И даже если я открываю какой-то ящик с намерением что-то оттуда взять, то не факт, что я это сразу найду. Поэтому такую ситуацию я ненавижу, я люблю, когда у меня все аккуратненько разложено, я знаю, что у меня там находится, я знаю, что 95% всего это косметика, которой мне действительно хочется пользоваться. Для вас это видео будет полезно в плане того, что вы увидите мои, грубо говоря, абсолютные фавориты. И сразу хочу сказать, что я буду избавляться и от достаточно неплохой косметики тоже, просто из-за того, что у меня так много всего, я оставляю действительно только лучшее из лучшего, и также какую-то косметику, которая мне нужна будет для последующих обзоров. Возможно, это что-то актуальное, популярное, то, с чем часто я могу сравнивать какую-то другую продукцию. В общем-то, это мы тоже обязательно с вами оставим, но в основном я хочу сосредоточиться на том, чтобы все в коллекции у меня было максимально качественным и универсальным под любой тип макияжа, под любой сезон и под любое мое настроение. В общем-то, предлагаю приступать, потому что у нас с вами очень много работы. И давайте начнем с моего рабочего стола. Здесь у меня, в принципе, всегда порядок, и здесь хранятся мои фавориты, которыми я пользуюсь постоянно и во время съемки, и когда я не снимаю, когда просто какой-то повседневный макияж делаю. Но я заметила, что я давненько не перебирала здесь ничего, потому что я добавляю фавориты, но не убираю старую, какую-то менее актуальную для меня сейчас косметику. Поэтому основная задача сейчас перебрать вот эти вот три органайзера. И я также уже перебрала свои палетки теней. Вот они здесь находятся, те, от которых я буду избавляться. Здесь есть и достаточно неплохие палетки, но из-за того, что у меня огромное количество палеток, и недавно я вам показывала, какие являются моими абсолютными фаворитами, я этими просто-напросто не пользуюсь. И я хочу кому-то другому их передать, кто реально будет ими пользоваться, пока у них не вышел срок годности. Поэтому давайте, наверное, с палеток и начнем. Вот эта палетка от NYX неплохая, но очень уж большая у нее упаковка, много места она занимает, поэтому передам ее кому-то. И вот такие вот мелкие палетки я чаще всего не использую, потому что непрактично, мне всегда требуется больше теней для того, чтобы сделать полноценный макияж. Вот эта палетка от Revolution очень классная, здесь классная растяжка оттенков, но эти оттенки у меня повторяются везде. Поэтому я уверена, что тот человек, кому я это передарю, будет очень доволен, потому что палетка вообще сама по себе очень классная. Ну и в принципе то же самое с палеткой PZ и с двумя палетками Essence. Они неплохие, но не являются моими фаворитами, поэтому лучше пускай будут у кого-то еще. И от Essence также вот эта палетка. Редко я заметила, что ею пользуюсь, поэтому передарю. Lamelle, ну мне она просто-напросто не нужна, и вообще в целом, вы знаете мои отношения к Lamelle. У них мало продукции, которая действительно мне нравится, поэтому кому-то отдам. А вот эту палетку Morphe, ей уже 10 миллионов лет, поэтому я просто ее выброшу. А вот здесь хранятся мои абсолютные фавориты, то, что мне нужно, чтобы всегда было под рукой. Давайте это тоже вместе сейчас переберем. Ну, как видите, немного мне отсюда нужно убрать. Я, наверное, уберу сейчас вот этот праймер от Anneli, потому что я оставила тот, которым я больше всего пользуюсь. Это увлажняющий и разглаживающий. У меня уже где-то половину я использовала, и я им чаще всего пользуюсь. А вот этот, который от красноты на лице, в последнее время у меня красноты на лице как-то очень мало, поэтому я крайне редко им пользуюсь. Но я от него не буду избавляться, я его просто переложу в хранение. Вот это надо выбросить, уже он у меня закончился, и, как видели, я уже купила новый, поэтому новый у меня сейчас как раз-таки в органайзере. Вот этот мист от Benton, по-моему, уже у него вышел срок годности, не успела я его допользовать. Ну, в общем-то, ладно. Бальзам для губ тоже почти закончился, избавлюсь от него. Клей для ресниц тоже у меня сломался носик здесь, поэтому от него нужно избавиться, чтобы он мне не заляпался клеем. И вот это тоже переложу в хранение, потому что я гораздо больше люблю сейчас пользоваться карандашами, а не помадками. Возле предыдущего органайзера у меня хранятся вот эти два органайзера. Здесь у меня самые мои любимые помады. Это нюдовые помады, это красные помады. И также я здесь храню рядом две тональные основы, которые я чаще всего использую, но они по своим габаритам не влазят вот туда вот. Особенно вот эта Guerlain Nessensiel, у нее очень нестандартная упаковка, поэтому она никуда не влазит. И, в общем-то, я их храню здесь. Мне кажется, особо здесь нечего убирать, но давайте посмотрим, может найду. У вот этих помад Дини, мне кажется, вышел уже срок годности, так же, как и у вот этих вот трех, поэтому от них просто избавлюсь, выброшу их. И также я подумала, что тон Ламер, наверное, я перемещу в комод для хранения, потому что я не пользуюсь этим тоном постоянно, он скорее у меня такой на выход. Ну что ж, начало положено, и можем с вами двигаться дальше. Дальше мы будем перебирать комод, там, конечно, завалов гораздо больше. Ах, нет, я вас обманула, мы же с вами еще не перебрали вот этот вот органайзер. Здесь тоже, в принципе, та косметика, которая мне очень нравится. Не то, чтобы я хочу, чтобы она прям совсем под рукой у меня была, но это те вещи, которые я тоже очень часто использую. Но опять-таки давайте переберем, потому что я сюда добавляю-добавляю, а ничего не убираю. Так, оставила я здесь по большому счету очень мало чего. Здесь мои заколочки. Также белый консилер, если я хочу сделать белую базу под тени. Консилером Estee Lauder Double Wear постоянно пользуюсь, если нужно немножко большее покрытие, и в то же время это немножко более темный оттенок. Консилером от Clinique, видите, уже как я попользовалась, я его чаще всего использую как базу под тени. NYX, когда нужно супер плотное покрытие, и в то же время это очень светлый оттенок, подходящий под все сезоны практически. Ну и, конечно же, Dermacol. Я оставила тоже от Maybelline Snapscara, потому что это термотушь, и иногда, когда мне нужна стойкость, чтобы ничего не осыпалось и не размазывалось, вот беру ее. Праймер от Revolution Blur Stick оставила. Также оставила здесь на виду все свои пигменты любимые, дезинфицирующие средства для поверхности, для стола, также для кистей, это мицеллярная вода, хайлайтеры от Anneli, очень мне нравятся все эти три оттенка, точилка и куча кремов для рук. Ну а теперь то, что убираю или от чего избавляюсь. Консилер от Catrice, я его просто уберу в хранение, потому что он мне нравится, но часто я им не пользуюсь. Бальзам от Colourpop, он мне абсолютно не нравится. Также вот эти два хайлайтера от Golden Rose, очень классные, но у них уже вышел срок годности, и также мне пора попрощаться с тинтом от Armani, уже очень долго он у меня лежит. Толком я им и не пользуюсь, и как бы выкинуть жалко. Но вы наверняка знакомы с такой ситуацией. И также нужно будет выкинуть вот этот праймер от Anneli, это увлажняющий, но старая версия, тоже скорее всего у него вышел уже срок годности. А, и вот это еще абсолютно отвратительный бальзам от Colourpop, поэтому тоже от него избавлюсь. В хранение перемещу праймеры от GOSH, потому что сейчас у меня есть и праймер от Anneli, и праймер от PS, который мне нравится больше, поэтому этот пока уйдет в хранение. И также в хранение уйдет пудра с гиалуроновой кислотой от GOSH, а вот это вот все я кому-нибудь передарю, потому что не пользуюсь. Ну и самый большой бардак у меня, конечно же, в комоде для хранения, потому что здесь вот верхний ящик, он вообще, как видите, уже даже не закрывается. Тут слишком много всего, то есть от половины, даже, наверное, от большей части всего мне нужно будет избавиться. А сверху здесь на комоде у меня, в принципе, порядок, потому что слева находятся мои самые любимые палетки, которыми я постоянно пользуюсь, и я уже делала об этом видео, поэтому если вы его не смотрели, то вот будет вам чем заняться после этого видео. Также здесь наиболее часто используемые мною кисти, и я предлагаю на этом не останавливаться, а перейти ближе к вот этому ящичку. Принцип этого ящика заключается в том, что вот там вот в оранжевом органайзере у меня обычно хранятся праймеры, ну, может быть, еще какие-то румяна, а вот здесь вот все сухие продукты по типу бронзеры, хайлайтеры, пудры и так далее. Так, сразу расскажу, что оставляю здесь, потому что потом я эту корзинку задвину, и ровно будет видно. Здесь вот такой вот корейский праймер Субиджи, он очень разглаживающий, и для сильно текстурной кожи вот мне такой нужен. Румяна от Диапрос тоже оставляю, очень красивый оттенок, поэтому не хочу от них избавляться. Масляный праймер от Анели мне понадобится, когда у меня будет очень сухая кожа, в основном на зиму он классно подходит. И смешбокс, это классика тоже для очень текстурной, пористой кожи, когда нужно сгладить абсолютно все поры, очень он силиконовый, но в то же время бывает незаменим. И еще оставляю вот эту палетку румян от Полос Чойс, потому что здесь много выбора, много разных оттенков, пускай будет. И также сюда идут праймеры от Гош, которые я вам показывала немного ранее, вот они в хранении будут. Теперь давайте расскажу вам, что я оставляю, сейчас это не организовано, я это чуть позже организую, просто мне сейчас так проще будет перечислить. Эвелин Глоун Гоу Бронзер мне очень нравится, потому что он очень светлый и очень наслаиваемый. Я вам уже как-то говорила, что я люблю оставлять разные странные оттенки хайлайтеров, потому что иногда под некоторые макияжи это очень круто подходит. Вот конкретно вот этот, лилово-розоватый, очень мне нравится от Revolution, поэтому я его оставляю, хоть у него и дурацкая упаковка. И под эту же категорию попадают вот эти два жидких хайлайтера, а слева Catrice он такой зеленовато-золотистый, а справа от Revolution он голубовато-розоватый. Вот странные такие оттенки, но в то же время мне нравится иметь такие в коллекции. Также остается жидкий и сухой хайлайтер от Берка в оттенке Moonstone. И также остаются два хайлайтера слева от Fenty и справа от P.S. P.S. невероятно красиво выглядит на теле, поэтому в ближайшее время точно не буду от него избавляться, он просто потрясающе подчеркивает плечи, грудную клетку, ключицы, в общем-то для этого просто незаменимый хайлайтер. А вот этот бронзер от Revolution я переложу в свой органайзер на столе, потому что я почему-то о нем забыла. У него очень классный оттенок, и, наверное, сейчас мне этот оттенок нравится больше всего, поэтому переложу, буду именно им чаще всего пользоваться. Это, кстати, мега-бронзер и оттенок 01 Cool. Maybelline City Bronzer мне тоже нравится, но я реже немножко им пользуюсь, и кож сейчас для меня темноват, поэтому просто находится в хранении. Мало ли пригодится под какую-то более темную тональную основу, или если вдруг случится чудо, и я загорю, но это вряд ли, но тем не менее мне очень нравится его текстура, поэтому храню. Ness Cosmetics и Reluie Pro это мои именно скульпторы, это самые холодные, наверное, оттенки, которые у меня есть в коллекции. Ness это Bare Skin оттенок, и у Reluie это тон 01 Universal. Также оставляю абсолютно все пудры, румяна, бронзеры Anneli, вот здесь они у меня в этих шайбочках, а здесь у меня остался терракотовый бронзер от Guerlain, также бронзер от Too Faced Chocolate Soleil, это у меня такой небольшой пробник, но я его храню, потому что это самый темный бронзер, который только у меня есть в коллекции, и иногда это нужно. Вот эти кремовые румяна от NYX тоже оставлю, потому что они мне нравятся, об этом уже рассказывала с гиалуроновой кислотой пудра, и также палетка от Hourglass, здесь три оттенка пудры. Ура, мой ящик снова закрывается, и у меня еще есть место, куда расти, давайте теперь разбирать следующий. В этом ящике не меньше беспорядок, здесь абсолютный хаос, сейчас творится, очень трудно что найти. Вот здесь вот в этом органайзере у меня должны быть продукты для бровей, но я так вижу, что сюда перекочевывают уже тени, которые должны быть здесь. Здесь у меня разные карандаши, подводки, жидкие тени и так далее. Здесь я уже даже не знаю, что здесь, потому что здесь все подряд, и здесь сбоку еще лежат консилеры, тоже нужно их перебрать, потому что там, мне кажется, много лишнего. Нашла здесь, кстати, то, что нужно положить в верхний ящик, это от Golden Rose, Nude Look, кремовый хайлайтер и кремовый контурирующий стик. Это не должно там лежать, просто здесь у меня уже категорически не было места. Положу сюда. А вот здесь остаются все мои цветные туши, не буду их трогать, потому что, в принципе, там все нормально. Из праймеров, как видите, я оставила прозрачный праймер от Essence, потому что иногда тоже нужно. Праймер под глиттер, конечно же, Duraline, черный гелевый карандаш Эйла, мюдовый карандаш Golden Rose. От Faberlic у меня здесь бронзовый карандаш 5588. Очень круто, кстати, смотрится на слизистой с бронзовым макияжем. Faberlic Berryline синий карандаш, Sporty Plyash бронзовый карандаш Faberlic. И также Sporty Plyash, вот эта невероятно красивая голубая подводка, суперская просто оставляю. А вот этот карандаш от Golden Rose бронзовый гораздо хуже, чем от Faberlic, но он немножко темнее, поэтому тоже оставлю. Самые любимые мои сейчас гелевые карандаши это Maybelline Tattoo Liner, у меня черный коричневый. Коричневый карандаш Aven True оттенок Cosmic Brown, тоже очень классный. Жидкие бронзовые тени от Anneli, обожаю просто, когда нужно сделать макияж за 5 минут. И двойной стик теней от Max Factor, тоже классно на макияж на быструю руку. И синяя подводка Aven Mark. Из консилеров оставила только вот эти, вот по разным причинам, потому что у них у всех разная плотность, разные тоже оттенки, разная текстура. Например, вот этот очень плотный, очень светлый, вот этот очень перекрывающий, но не такой светлый. Вот этот наоборот достаточно легкий, даже возрастной, вот этот очень кремовый, очень плотный, очень перекрывающий, но в то же время и возрастной может быть. Из тени, я так посмотрела, особо не от чего мне избавляться Оставляю все то же, что было и в прошлый раз Поэтому подробнее об этом вы можете посмотреть в прошлом моем разборе Единственное, избавлюсь от вот этого оттенка Лориаль Потому что он совершенно не уникальный Но в то же время я оставляю вот этот оттенок, который я очень вам нахваливала Вот он действительно уникальный и хорошо дополнит мою коллекцию Для бровей я оставляю тоже практически все Так как я вам и говорила ранее Я не люблю сильно избавляться от продуктов для бровей Потому что мне могут многие оттенки не подходить Но при этом, к примеру, те же карандаши или помадки вполне хорошего качества Но я их храню для того, чтобы если на ком-то мне нужно будет делать макияж То мне, соответственно, может понадобиться этот оттенок Поэтому избавляюсь я только исключительно от прям гадких карандашей Например, от такого, как Эвелин Недавно я вам его показывала в видео об Эвелин А все остальные я оставлю Здесь всевозможные карандаши Также разные помадки для бровей и гели для бровей Ну что ж, ситуация, по-моему, значительно улучшилась опять И теперь я предлагаю перейти к следующему ящику Там у нас помады Так, здесь я оцениваю ситуацию Смотрю, что мне нужно будет выбросить карандаши Которые у меня уже испортились То есть вышел срок годности По блескам особо здесь нечего делать, я смотрю Потому что я вообще, в принципе, блески не часто покупаю Или заказываю, или мне их присылают Поэтому, как бы, блесков там немного И похоже, что там все, которыми я пользуюсь А вот помад там просто безграничное количество И все, которыми я реально пользуюсь Вы видели в органайзере у меня на столе Вот эти у меня так, знаете, на запас Они неплохие, но в то же время По какой-то причине хуже, чем те, которые у меня в органайзере И также здесь, я смотрю, завалялись какие-то старые туши Сразу их буду выбрасывать Ну, все правильно я вам сказала Блески я все оставила Карандаши выбросила только те, которые уже засохли у меня И самые мои любимые карандаши на данный момент Это вот этот гелевый от Lame Первый оттенок Очень часто им пользуюсь И также всевозможные нюдовые оттенки от Colourpop И вот здесь вы видите то, что я оставляю Я оставила NYX Sleep Tease Lip Lacquer Потом жидкие помады от GOSH Также здесь одна жидкая матовая помада от Catrice Новинка этого лета И оставила также достаточно много вот этих вот матовых помад от NYX Из линейки Suede, потому что они нормальные И здесь такие уникальные оттенки Ну и также я оставила новинки от Golden Rose Линейка Nude Look Вот они здесь И также там всего понемножку Здесь и Catrice, и Revolution, и Evelyn В общем-то те оттенки, которые я точно буду использовать А, и еще вот эта помадка от Air Press Так, тут у нас уже тоже порядок И тоже осталось место для того, чтобы пополнять коллекцию И если вы еще со мной, то у нас с вами остался последний ящик Там в основном нас ждут тональные основы И вот этот ящик у меня достаточно проблемный Хотя я стараюсь перебирать его время от времени И от каких-то супер гадких тональных основ я сразу избавляюсь Но все равно он захламлен И вот в этой вот части мы ее трогать не будем Потому что здесь запасные спонжи, какие-то ресницы А справа вот в этом ящике абсолютно отвратительная косметика Которую я собираю для соответствующего видео То есть каждый раз, когда я что-то пробую И мне это категорически не нравится Я складываю туда в этот пакетик Поэтому мы с вами сосредоточимся в основном на вот этой вот зоне Так, по большому счету все Я думала здесь гораздо больше беспорядок Но нет Вот там вот под стеночкой находятся все матовые тональные основы Ну или более плотные, скажем так Если перечислять слева направо, то там Fenty Beauty Матовая тональная основа, профильтр Потом Estee Lauder Double Wear Новая тональная основа от Art Deco Которая является полным аналогом Fenty Также Maybelline Superstay Две тональные основы от NYX И тональная основа HD от Evelyn И во втором ряду здесь тональные основы, которые мне больше подходят То есть L'Omer, которую мы переместили сюда Lumine Natural Blow, PS Lifting, Avon Truth, прямоугольной бутылочки Artvisage Устойчивый Потом A1 Flawless, потрясающая просто тональная основа И от Diapros здесь у меня вот эта сывороточная тональная основа И Color Combo Cream тоже от Diapros И здесь еще стоят два праймера от Anneli Один из них тот, который от красноты мы переместили с вами сюда А второй для жирной кожи И также здесь виднеется светлый аджастер И вот, кстати говоря, вся нормальная косметика Я имею ввиду непросроченная От которой я буду избавляться Здесь много причин, почему я избавляюсь Некоторые вещи хорошие по качеству Но не подходят мне по оттенку, например Другие какие-то неактуальные Третьи просто ужасные, отвратительные Я вам сейчас показываю все это общим планом Потому что проходиться по каждой отдельной штучке Это будет сильно долго Если у вас возникнет вопрос по какому-то продукту То задавайте в комментариях его Я отвечу каждому лично уже А так, в принципе, сейчас в общем плане Вы можете видеть, от чего я буду избавляться И здесь у меня еще организовалась небольшая кучка просрочки Это сразу отправляется в мусорку Здесь даже особо разговаривать не о чем Ну вот и все Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх Подписывайтесь на мой канал Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот И также, если вы не смотрели другие мои видео Можете сейчас посмотреть их А если вы их уже смотрели То мы с вами встретимся в моем новом выпуске Через несколько дней Субтитры сделал DimaTorzok